Всем привет, друзья! Да, всему приходит конец. К сожалению, в современном мире нет места бесцензурному контенту. Его становится всё меньше, а людей, готовых пойти на всё, чтобы эту цензуру убрать, просто сажают в клетки. Такова реальность, и нам в ней жить. И сегодня я решил записать свой последний топ хендича без цензуры. А после него я, наверное, просто буду ждать, пока не появится что-то экстра новое, или же в Японии не отменят закон о цензуре. Но вряд ли это возможно. И нужно сразу предупредить, тайтлы, которые я выбрал для сегодняшнего топа, довольно популярны. Поэтому обижаться на меня за то, что в списке не было твоего любимого культурного аниме, не стоит. Обижаться нужно на Японию и её законы. Только из-за них мы, обычные люди, страдаем, и везде видим цензуру. Это просто нереально бесит. Я лично вообще не могу такое смотреть. Хотя, нет, есть кое-что похуже. То самое чувство, когда ты нашёл вроде бы просто шикарный хенд, с клёвой рисовкой, даже каким-никаким сюжетом. Примеров полно. Секрет Мураматы-Сан 2020 года. Городские легенды. Я тебя люблю про просто охренительную историю влюблённой парочки. Но когда наступает момент X, ты видишь пиксели на весь чёртов экран. Почему я должен включать воображение и додумывать, что они там делают? Я хочу видеть всё целиком, но нет, конечно же, нужно всё испортить этой дурацкой цензурой. И всё, давай уже перейдём к моему топу, который должен понравиться многим. Надеюсь. Единственное, что я тебя попрошу сделать перед началом, так это поставить лайк. Тебе это займёт меньше секунды, а я буду тебе очень сильно благодарен. Спасибо и погнали! Пятое место. Кукла-рабыня. Ковер Моно за анимэйшн. Для начала давайте, как и в прошлый раз, начнём с простого и знакомого всеми сюжета в Хентыче. Отец и дочь. Предыстория такова. Была, значит, семья, а отец, мать и дочь. Но вот в один печальный день, мама нашей главной героини уходит из семьи и оставляет свою дочурку на содержание отца. Батёк не очень радужно воспринял данное стечение обстоятельств, но и решил залечить своё горе разнообразными увеселительными напитками. А после, когда он уже совсем потерял рассудок, отец напал на свою доченьку. И, к сожалению для неё, лишил её самого важного. Первого раза. Главная героиня с именем Касуми Нанакура сначала пыталась сопротивляться. Но после того, как она посмотрела на грустное лицо её отца, она не смогла ему отказать. Ведь она думает, что если она скажет нет, то папаня сделает что-то совсем выходящее за рамки. Поэтому Касуми отдаёт себя во благо своему папочке. Из плюсов. Рисовочка. Она идеально передаёт эмоции персонажей. Из минусов. Мне очень жалко эту девочку. Четвёртое место. Сёстры Майохига. Существует, значит, в Японии такое интересное кафе. Называется Майохига. Как ты можешь догадаться, оно необычное. Во-первых, это кафе открывается взору только избранным. Тем, кого кафе посчитало достойным. Во-вторых, в нём работают две прелестные сотрудницы. Которые на все руки мастерицы. И уборщицы, и кассиры, и официантки, и чего они только не могут. И вот, значит, в эту кафешку заходит незамысловатый паренёк. На рост внимания не обращайте. На самом деле, ему точно больше 18 лет. Я думаю, даже не меньше 30. Просто вот такое у него телосложение. Это всё равно всё неважно. Ведь этот пацан очень сильно заинтересовал наших двух сестричек. С ни с того ни с сего они накинулись на него и принялись за работу. Какая именно работа будет произведена этими прекрасными девушками, вы узнаете сами. Из плюсов рисовка, она сочная. А также поведение девушек. Уж очень сильно они мне понравились. Из минусов... А почему он, а не я? Третье место. Давай ещё разок. У влюблённых парочек в Японии есть одно стесняющее их часть взаимоотношений обстоятельства. Ограниченный выбор мест для Саити. Дома, где большинство стен сделаны из картона, вряд ли получится успешно уединиться. Всё-таки рядом живут родители. В школьную кладовку, где хранится спортивный инвентарь, необходимо занимать очередь как минимум на месяц вперёд. Слишком уж много желающих. Остаётся только номера в отелях. Но они стоят денег. А средств на завтраки, щедро выделяемых родителями, не хватит. И вот с этой проблемой столкнулись герои этой овы. Однако, выход появляется там, где его не ждали. Манго-кафе. Уединённые кабинки для совместного чтения манги, как будто были созданы для этого. Чтобы парень и девушка смогли вместе спокойно внутри отдохнуть. Тем более, когда за стенкой находится почти такая же финансово-обзелённая парочка. Которая так же, как и наши герои, вряд ли читают мангу. Второе место. Принцесса-рыцарь Оливия. В моём прошлом топе уже был подобный сюжет. Однако, вместо принцессы, в тот раз была просто рыцарь. Теперь же, расклад поменялся. И ставки стали тоже больше. В этом высококультурном произведении, история наповедует о двух девушках, с максимально противоположными жизнями. Но с одним исходом. Обе дамы будут удовлетворены. Но вот как и с кем будет проходить совместное торжество, тебе уже придётся узнать в одиночку. Без меня. Ведь показывать какие-либо кадры из этого хентыча, очень опасно. Надеюсь, ты меня понимаешь. Название у тебя на руках. Тебя ждут потрясающие две серии и Google в помощь. Первое место. Трепещущие губы. Героиней нашего тайтла выступает молодая хулиганка Кон Катакура. Девушка очень не любит заниматься. Школа ей совсем не по душе. Девчуля хочет только развлекаться. Однако, близятся экзамены. И Катакура очень сильно нуждается в помощи. Курасава, молодой успешный учитель, ко всему ещё и весьма привлекательный, собирается помочь нашей глупышке. Помощь, естественно, не бесплатная. Поэтому рассчитываться молодая школьница будет своим собственным методом. Ну и, конечно, давайте поговорим о достойных упоминаниях. Тех тайтлах, которые уже были у меня на канале. Барышни-садистки из клуба Чаепития. Забавная история об учителе, которого окружают несколько школьниц, которым много чего хочется. Учитель сначала против того, что придумали его ученицы, но потом он опускает руки и всё же придаётся удовольствию. Амане. Когда женщину в бальзаковском возрасте обделяют вниманием, это очень плохо. И тогда на помощь приходит друг собственного сына, который весь из себя такой застенчивый, а на деле тот ещё романтик. Амане этот паренёк очень понравился. И, конечно, она решила прибрать его к себе. Каноджо, икс Каноджо, икс Каноджо. Опять же, сюжет крутится вокруг семейки, в которой один парень и три сестры. Ради главного героя девушки в этом хенте пойдут на всё. И не только сёстры, хочу заметить. Этот парень также знаменит и в школе. И Тадаки Сейки. Пожалуй, самый известный, легендарный и популярный хент на данный момент. Расскажет нам о шикарной суккубочке вампирше, которой не по душе человеческая кровь. Она нуждается в более колоритной еде. А что может быть колоритнее крови? Правильно, Семён главного героя. Сломленная Риса и Сломленная Риса Плюс. Печальный рассказ о сложной семье, в которой растёт девочка. Всё доходит до того, что она начинает сбегать из дома по несколько раз за неделю. И в один день всё сложилось не лучшим образом. И Риса попала в дом своего дяди, который положил на неё глаз. Ну и на этом я предлагаю закончить этот видеоролик. Да, как бы не было печально, но контента становится всё меньше. И, конечно, я бы мог попытаться вообще весь интернет перерыть и тянуть эти топы до конца жизни. Но по мне так. Лучше уж сделать мало, но хорошо, чем больше и просто куча всякого шлака. Надеюсь, ты оценишь этот ролик по достоинству и напишешь в комментариях, что тебе понравилось, а что нет. Ну и на этом всё. Скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»